Ребята, всем привет! В общем, у нас проблемы, сломалась духовка, сейчас 8.30, понедельник, где-то час назад мы поставили отвариваться яйца и гречку, и в общем, плита не включилась. Мы вообще в шоке, не знаем, что нам делать. Волонтеру мы не писали, так как праздник, и не хочется его беспокоить, и вообще. Я не знаю, что мы дальше будем делать, кто нам ее будет чинить, вообще непонятно. Сейчас Настя пошла снимать деньги, потому что у нас нет налички, а мы заказали доставку. Настя пришла в Бурьер Кинг, никогда там ничего не заказывали, решили попробовать. 25 евро этот заказ. Вот сейчас там тоже приложение отслеживает, написано, через 26 минут приедет доставка. Сняла? О, пришла. Табак? Ты прикомалась ко мне это. Ну, попрошайка. О, подожди, переживает, что у нее на голове, что попало. Нет, это дождь был, поэтому. Говорю, шла к банку, подхожу к банку, стоит попрошайка. Вот та, которая туда? Да, она там всегда на своем месте. Сейчас дождь идет. На своем месте. Ну, я в плане, потому что она там постоянно, почти не каждую ночь. И, короче, я думаю, что это здание закрыто, этот банк. Думала, карту прикласть, чтобы открылись двери. Да. А она уже такая начинает мне говорить, типа, ой, там открыто, типа, проходите. Такая улыбается вся. Я думаю, этот, потом я не поняла, я говорю, Данкишон. Выходит мужчина, уже от банка, открывает дверь, и я захожу. Она, оказывается, дверь была открытая. Да? Да. Странно. И этот, и я, короче, потом уже выхожу, и она за мной начинает бежать, типа, говорить, что там... У нее с ногами проблема, как она бегает? Нет. А, другая? Другая, да. И начинает что-то мне говорить. Я говорю, на им, типа, нет никаких денег, ничего, показывай, типа, на им. И она, короче, что там, выркала, вот так делая. Ну, то как-то, да, на женщину? Да, я не хотела показывать какие-то ей там. Я могла бы, конечно, и сказать по-нашему, и так дальше, но ничего не сделала. Меня просто это сильно обидело, типа, ты улыбаешься, а потом, значит, тебе, если не дали деньги, так все. Лицемерие сплошное. Просто я понимаю, что стоишь, может, там, не получилось, у тебя не сдался день собрать на еду, там, или что, не знаю. Ну, так, брать, типа... А если в следующий раз, если бы она промолчала бы, в следующий раз бы я пошла, я бы задумалась, может, я хотела бы ей дать. Да, ну да. А сейчас вот это она выучу, делай, она мне так бы бесила. Ну, ладно, все. Я даже не знаю, что она там по-немецку сказала, наверное, какие-то маты мне еще. Ну, ладно, все. Просто я уже как дурочка, выглядываю в окно и думаю, где же доставка, просто жду чудо, я вообще не понимаю. Вот, мне кажется, что это приехала доставка, но... Ой, что я делаю? Ну, вообще не факт. Ну, а вдруг... А Настя психанула и делает, короче, салат. Видите, походу, реально доставка. Да? Или нет? Куда я делаю? Сейчас. Я не вижу. Какие-то чеки смотрят, чеки какие-то рассматривают. Что это я? Да, это доставка. Настя, с чем ты делаешь салат? Вот, ребят, не дождалась. Настя! Ну, блин, перепортила только ту, нет. Что у тебя тут за бардак вообще? Нет, помидор ту, нет. Ты запишет, что у вас на столе? Вау, ты я просто... Опять. Ехал, наконец-то, курьер. Это просто жесть. Так, сам прикол, не пишет тебя, пишет до сих пор. Я выглянула, я чувствовала, что он приедет. Ужас, но у него же так много бутылок колы в этом. Может, они нам. Может, подарок будет. Хоть бы два заказа сейчас не было. Но я один заказывала, ничего не знаю. В смысле один заказ? Ну, два меню? Ну, да. Нет, ничего. Салат начала делать, ребята. Настя, жесть. Иди уже, открой. Подожди. Что? Подожди. Что? Пускай цынок уйдит. Потом выйду. Зачем? Да давай, может, он не разберется в какой-то дверь. Открывай. Или это не к нам? А что нам тогда в дверь позвать? Вон там? Открывай. Показывай, Настя. Показывай? Да. Да? Короче, ребята, это просто жесть. Мало того, что курьер приехал и привозит три заказа, три ребята. Хотя я заказывала один. Я ему в приложении показываю это, он говорит, нет, типа, три заказа. Я в шоке. Она холодная уже. Холодная. Сейчас зашли домой, он же ждал заказ. Такой возмущался, типа, при чем тут вообще мы? Да, мы в Украину. Заходим домой, открываем бургер, а там говядина. Настя бежит за ним. Объясните ему, что у нас с курицей, вот этот чикен. Есть где-то написано, не знаю. Курица есть. Это просто жесть. Это хорошо, что мы успели за ним, да? Да, да. Мы не успели. Я вообще не понимаю, сейчас будем просто делать. Короче, 24 евро. А ты чек взяла? Да. А в чеке, наверное, говядина, да? 24 евро. Просто супер. Давайте посмотрим. А салфетки есть? Нет, конечно. Офигенно. Я говорю, что мы без салфеток. О, какая интересная делька. Да, да, дельная делька. Тысяча гривен. Сыть. Она, то, как мы смотрели, совсем по-другому. А делька курица? Это типа вот эта пиздючка. Да ну не мочукайся. Да, ребята. Сейчас картошку. Я думала другу моя булка будет. Но я надеюсь, что сегодня. Картошка обычная. Холодная, короче, сейчас поедим быстро и включимся. Я сейчас попробовала. Булка сухая. Что это такое вообще реально? Где соус? Что это такое? Лепешка какая-то. Взяли, слепили. А снизу вообще что-то есть? Козлеты отличаются. Что это такое? Горелая курица. Соус вот. Это типа соус. Ого. Короче, Настя вообще не может здесь. Говорит, нереально тоже сухой бургер. Будет добавлять обычный майонез. Реально, нереально это есть. Картошка вот такая постоянно попадается. Гнилая. Что это такое капуста? Что это вообще такое? Да ну ты что. Даже он видно. Не может. Подожди, покажи капусту. Она вообще как будто... Варилась сутками. Да нет, она как пропавшая по цвету. Фу. Да. Ребята, в Германии реально ни в коем случае... Вон, булка даже разлезлась. Бургер Кинг запрещена. В общем, ребята, тех, кто в Германии, вообще никак не советуем заказывать бургер Кинг. Вот. Бургер Кинг. Не советуем вообще никак. Не ходить и не заказывать. Отвратительная доставка и продукция. В шоке, как он просто видит, что я смотрю, достает эти бургеры и начинает смотреть. А точно и открывать их. Точно, типа я положил там то ли то. Это было вначале. Я дал говядину, чек не хотел сам давать, пока ты не попросила. Заходим, открываем там говядина, маленькие, два бургера говядины. Хотя мы заказывали типа из курицы и побольше бургер. Да, два бургера с курицей. Потом быстро я выбегаю, начинаем кричать, чтобы он остановился. И он начал подниматься. И потом я типа говорю ему, это не те бургеры, потому что заказывали с курицей. Они с говядиной маленькие. И он начинает, короче, открывать свою сумку. Это какой-то, я даже, чемодан, я не знаю. Сундук. Сундук. Просто обычная сумка спортивная. Знаете, как ходят в спортзал? Вот такая была сумка. И он открывает, и там типа много этих бургеров разных в такой упаковочке. И они все накладены, накладены вот так друг на другу, как, ну, вот так. Как я даже не могу сказать это. В лепешку. Поэтому оно такое слепилось никакое. Соуса нет. Что это такое вообще? Ну, вы сами видели, типа мы это не придумали. Ладно, там этот косяк этого курьера, ну, окей, бывает, бывает. Но ждали мы доставку два часа. Два. И вы видели эту котлету, цвет этой котлеты, подгоревшая. Вы видели цвет этого салата, видно, что он вообще далеко не первой свежести. Вы видели, как разлазится булочка. Вы видели то, что там нет соуса. У меня нет комментариев. Картошка как будто вареная на вкус, много попадалось горелой. Ну, короче, чисто нахватались, потому что реально голодные. Надо было вот это, Настя, салатик твой поесть, и все, и без всяких доставок. 25 евро на ветер вообще. Ой, теперь вообще больше грустить. Надо же глаза уже идти мыть. Да, сейчас умываться, купаться и думать завтра писать знакомую нашему, что пришел, починил нам плиту, потому что это безвыходная ситуация, и дорого доставки такие делать. Пытаешься сэкономить, так ничего не сэкономили. Да, только думали, надо сейчас прям вообще экономить-экономить, еще жить и жить до пособия. А тут еще такой прикол. Конечно, мы сами дурочки, что все-таки решили заказывать вечно голодные. Ой, ребята, такое включим все еще. Да, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы доставками еды, были ли у вас подобные ситуации, кушали ли вы в Бургер Кинге. Ну, мы никогда не ели, и еще столько же вы не ели, если мне эта ситуация с плитой. И только сейчас я, кстати, увидела, что рейтинг у Бургер Кинге 2,5. Это, типа, плохо очень. Я на себя сделала выводы, что в Германии я больше, наверное, доставку не буду заказывать при любых ситуациях, как бы там нет. Да, и то же самое. Это просто ужасно. Ни сколько там погода, доставка, это сколько они все подают и ужасно готовят. Это уже в обдоне за 25 евро, блин, это очень много. В магазине можно было пакет продуктов купить. У меня только один день, конечно, поэтому все закрыто и не получилось. Короче, ребята, будьте внимательны, если хотите кушать Бургер Кинг. Бургер Кинг.